Всем привет! Это Супер Афиши на городском телеканале ЮТВ. Здесь мы рассказываем об интересных событиях и мероприятиях в Оренбурге. Для вас эту программу проведут Дмитрий Макеев, Екатерина Якобсен. И в гостях у нас сегодня режиссер Оренбургского драматического театра Александр Федоров. Здрасте! Здрасте! Александр, драматический театр открывает 166-й театральный сезон в свой юбилей, 165 лет, довольно громкими премьерами. Расскажите, пожалуйста, о них. В этом году должна состояться премьера. Я не знаю, насколько я имею право говорить об этом, но вроде бы решили. Там авторские права, как какой-то вопрос. Но в ноябре должна состояться премьера мюзикла «Моя прекрасная леди». Режиссер, постановщик от «Народный артист России» Ревката Сарафилова, художественный руководитель нашего театра. Также его премьера будет в декабре «Сказка Иван Царевич» для детей. Если, дай бог, нас всех не закроет, то мы ждем всех с нетерпением. И моя премьера состоится в январе, уже второй год подряд. Так получается практически мой день рождения в прошлом году. Это было удивительное путешествие Эдварда. Вы приходили, спасибо вам за это. И в этом году будет «У каждого свои недостатки». Это референс звучания, если помните, джазис только девушек, когда в конце героя говорят «Я вообще мужчина». Да-да-да, у всех свои недостатки. Э-э, я ведь мужчина. Но у каждого свои недостатки. И вот это референс просто, эта фраза. И примерно драматургия в таком смысле. Но история, конечно, не такая же, но другая. Это будет комедия? Это комедия, да. Я хотел сделать в этом году что-то более серьезное. Вот Мане, когда мы делали «Блэс», я изучал эту историю. И это была знаменитая пьеса. Она вошла чуть не в клинику рекордов Гиннесса, как самая комедийная. Это был послевоенный период во Франции. И он сказал так, что когда в стране какие-то происходят ужасные вещи, нищета, боль, война или еще что-то, нужно делать что-то очень красивое на сцене, очень такое доброе. И вот он написал «Блэс». Эта пьеса, в принципе, критики не очень-то ее любят, но она легкая, и всегда зритель на нее идет. И вот мы продолжаем традиции, когда вокруг что-то вот так нагнетается, какое-то напряжение, хочется чего-то легкого. Вообще, кстати, я замечала, что в момент критики зрители как будто бы всегда имеют другой, ну, разный подход. Вот как вы считаете, что важнее для пьесы, понравится критикам или все-таки будут видены зрителями? Это в зависимости от той цели, которую ты ставишь. Если ты берешь комедию, то однозначно ты понимаешь, что ты будешь в опале у критиков. И критикам ты на фестиваль точно не повезешь этот спектакль, потому что комедия считается как бы такой легкий жанр. Но я вспоминаю слова Юрия Никулина, книга у него есть, это «Серьезно», по-моему, называется, или «Почти серьезно». Он рассказывает как раз с Гайдаем, когда общался в клуварах вот так. И Гайдаем говорит, все, не хочу больше комедии, хочу очень что-то серьезное, он прям так переживал. И еще часто Гайдаем худсоветы очень сильно пилили, говорили, что он отвратительное кино снимает. И Никулина говорит, как я благодарю Господа Бога за то, что Гайдаем не стал снимать серьезные фильмы. Потому что серьезные фильмы, говорят, снять может любой. А вот комедии, как Гайдай, практически ни у кого не получается. И вот действительно, так смотришь в театр, ходишь, комедию действительно сделать очень тяжело. Ее не любят критики, ее обожают зрители, и в то же время все понимают, что комедию сделать очень сложно. Она проверяется очень просто. Это не как драма. Смеешься или не смеешься. Все. Как бы, до свидания. А что любят критики? Какой жанр они прям предпочитают самым частым? Это тоже зависит от фестивалей. Когда я в последнее время занялся изучением короткометражного кино, я понял, что есть более 200 фестивалей короткометражного кино. Также театральных фестивалей очень большое, такое огромное количество. Есть фестиваль, посвященный любви, русской комедии и так далее. То есть в зависимости от того, что ты делаешь. Но если брать главную театральную премию «Золотую маску», судя по тому, что я вижу и наблюдаю, очень зачастую это какое-то очень серьезное социальное высказывание. Там, в России все плохо, мы все умрем. Или что-то такое вот очень тяжелое. Есть очень хорошие спектакли, где там берутся какие-то известные наши авторы, Достоевский, Толстой, и раскрываются с точки зрения сегодняшнего дня. Но в основном это всегда социальные темы, это никогда комедия. Наверное, и в кино, в принципе, в фестивальном кино тоже можно приследить такую тенденцию, что, как правило, номинантами, да и лауреатами тоже становятся такие ленты, которые имеют сугубо социальную направленность. Такое очень. Да, вот я же каждый год хожу на фестиваль «Восток-Запад», и в последнее время там немного непосредственное участие в какой-то степени принимаю. И вот, посмотрев, есть же там художественные фильмы «Короткий метр шаг», и есть сплетенные параллели, это кино европейское, ну там, Алжир, может, Франция, ну то есть те фильмы, которые ты в интернете даже если найдешь, то в переводе не посмотришь. И все они в основном это социальные высказывания, проблемы миграции, проблемы в обществе, вот он один человек приехал, и его не признают. Ну, всегда это какая-то остро-социальная. Острая проблематика должна присутствовать. Да, обязательно. Кстати, как вам вот те картины, которые представлены были на этом «Востоке-Западе»? Я в этом году просто ходил на фестиваль «Короткого метра», все посмотреть невозможно. Ну вот если про «Короткий метр» говорим, то что? Там, по-моему, было шесть. «Короткий метр» мне в какой-то степени очень многие фильмы были интересны, но меня больше всего покорило австралийское кино, так как я познакомился с продюсером Дмитрием Перкуловым, который снимал вот с «Назад в цепи с арматом», вот привозил, мы там поучаствовали. И вот он привозил эти «Короткометражные фильмы», он мне скинул тоже, спасибо вам огромное. И года три-четыре назад, я помню, мы ходили, мы были покорены. И в этом году он привез лучшие «Короткометражные фильмы Австралии» и выяснил, что австралийское кино сейчас находится на первом месте, а мы об этом не знаем. И оно занимает все вам практически награды. Вот я тоже, до нас это не доходит просто. Но там я посмотрел, настолько ты смотришь с первого кадра. Во-первых, драматургия понятна, история. Актеры, ну все настолько, это круто прям. Может, это просто близко нам? Там история про верблюда, это просто. Будет возможность, я могу как-нибудь. Я бы с удовольствием. Я, кстати, вот в этом году ее изучала, потому что пандемия. Потому что чем еще, собственно говоря, заниматься, как не изучением кино, которое подставлено на фестивале. И в целом, не могу сказать, некоторые работы были крайне странными. Например, я не помню название, вы видели «Короткий метр», который подставлен про превращение в свинью. Нет, это когда был, в прошлом году? Нет, это в этом году. Превращение в свинью. Может, я вот первый день пропустил. Взять в свинью. Взять в свинью. Потому что там. А, вспомнил, когда заболел коронавирусом. Давай попозже сейчас смотришься. Я не могу, у меня все тело чешется. Это, я думаю, это такой степ был, что вот человек... Это степ не с коронавирусом, я думаю, но реализовано было так, что просто зал смеялся. Надеюсь, что именно это автор и хотел донести. Ну, просто в продолжение этой истории было, у нас проходил еще фестиваль уличного кино, оказывается, он по всему миру. В этом году только по России. И там тоже была одна из историй, посвященная коронавирусу. Именно когда первые дни, когда все в масках ходили, вот задыхались, там вот руки протирать, брызгать. Я сам помню, в перчатках, и реакция людей была настолько, что вы аж хрюкали в зале, вот реально. Настолько это смотришь и узнаешь себя со стороны. Да, узнаешь себя пару месяцев назад. В целом, я все-таки хотела бы вернуться к театру. Да, к кино ушли. Да, до нас ушли. Мы вернемся к нему позже, потому что про кино, конечно, тоже стоит поговорить. Но про театр. Вообще в вашей карьере очень много достаточно постановок, в том числе в стенах нашего Оренбургского театра. Вот какую из них вы можете назвать своим любимым, самым таким классным, самым-самым детищем. Вот такое максимальное. Как вот сказать про своего любимого ребенка, что он любимый? Вот знаете, все так говорят, я всех детей люблю одинаково, но все равно один какой-то роднее. Они все связаны с каким-то таким очень интересным отрезком в жизни и с тем моим высказыванием. И каждый спектакль я могу назвать и сказать, что это связано с какой-то внутренней болью, там, лейтенант с острова Нишмора, то есть с тем, что я хотел бы сделать высказывание, а на тему жестокости сегодняшнего мира. Но меня многие не поняли. Мы боремся за свободу Иранди не только для школьников, их милых подружек и еще не родившихся детей. Мы также освобождаем ее и для воров. А вот Леди Снайт, Леди Снайт, какой это был период вашей жизни, Александр? Леди Снайт, я вам скажу, это был очень интересный период. Как в театре все равно, ты, когда выбираешь репертуар, ты должен все равно понимать, какой зритель и театр очень зависим от кассы, он должен зарабатывать деньги. И было просто потребность у театра, чтобы найти что-то такое легкое, как примерно сейчас. И на Леди Снайт давно у меня вокруг него так мелькало что-то мысль, но я не решался. Потом я прочитал и понял, что точно это может зайти. И надо сказать, зашло. Давайте, по-моему, честно, зашло. Спасибо. Ну вот вам чем-то, чем вам зацепилось? Вам ответить честно? Честно, честно, честно. Ну я просто смеялась, честно. Мне было смешно. Для меня это смешно, это как будто в видеоположении. Ну, во-первых, в этой истории упор, конечно, естественно, надо было сделать что-то такое, чтобы было легко. Может, не обязательно, чтобы зритель ухахатывался, но должно быть в конце какое-то позитивное ощущение. Позитивная нота. Уходить с таким флером, чтобы я кайфанул, было классно. Вот я никого не очень люблю делать пустые спектакли, хотя есть комедии, которые, ты понимаешь, там глубокого смысла нет. Но здесь, что меня зацепило, в принципе, люди, очень было похоже, когда вот была предкоронавирусная какая-то история, когда люди без работы, остались без денег, настоящие мужики, которые 6 месяцев без работы. Я подумал так, вот мы же тоже можем оказаться в этой ситуации. Несмотря ни на что, они все-таки нашли какой-то способ, преодолели себя, ведь начнет танцевать стриптиз мужику с завода. Это вообще как-то негармонично. Это как раз нам найти профессию, которая совсем нам негармонична. И все-таки преодолели. И в конце вот этого шоу, я специально не подводил никаких итогов, просто заканчивается вот этим шоу, вы его либо принимаете в зрительном зале, либо не принимаете. Если вы приняли, значит, в принципе, у них все сложилось у ребят. Если не принимают, значит, не получилось. Какая была реакция? Вот вы когда представили эту постановку, какая была реакция? У зрителя? И у зрителя, и у коллег по цеху, давайте так. Ну нет, этот спектакль очень хорошо зашел. Есть люди, которым не принимают, естественно, это всегда такое бывает. Я всегда даю на любой спектакль, на любой вообще, вот программу или что делаем, фильм, 10% всегда кто не принимает, это нормально. Нет, этот спектакль сразу приняли. Он не был каким-то таким спорным. Были моменты, когда боялись, что это будет на грани фола. Какого-то рьяного неприятия не было. В общем, очень похожий вопрос мы задавали вот как раз-таки год назад, когда были у вас в гостях в дронтеатре. Вы преподаватель. Насколько вот сейчас, допустим, в сравнении с прошлым годом молодые студенты увлечены театром в целом? Произошла ли какая-то динамика? Студенты, они очень замотивированы. Они понимают, что в этой профессии, вот уже к этому курсу у них пришло понимание, либо ты остаешься, потому что ты любишь эту профессию, либо уходишь, потому что это очень такой сильный и большой труд. И иллюзии никто не питает никаких лишних. Ну, по крайней мере, мы пытаемся до них это донести. И они видят, когда работаем, чтобы показать одну работу, мы репетируем по пять месяцев. По сути, с профессиональными людьми. Каждый дневных репетиций. И тут быстро уходит иллюзия, цветочки, улыбки, аплодисменты. Понимаешь, это такой труд. Тяжелый труд. И вот они это все понимают. И сейчас вопрос в другом. Они как раз-таки сейчас стараются ухватиться за те знания, за те возможности, которые есть. А возможностей не так много. Потому что это все-таки Оренбург. И театр один. И все-таки в институте мы занимаемся. Он не так финансируется, как хотелось бы. И поэтому те условия, которые сложились, наоборот, больше сплочают. Заставляют фантазировать, работать, что-то делать. Тем более там много разных курсов сейчас. Есть первый курс, второй, третий, четвертый курс. И они между собой. Вот вы говорите, есть ли там студенты старших курсов, есть ли студенты младших. Существует ли между ними большая конкуренция? Или наоборот, взаимовыручка, взаимопомощь? И, скажем так, когда старшие увозят младших в курс дела? Это все, во-первых, зависит от самих людей. Но в основном всегда, естественно, есть поддержка. Они все дружат. Но и, естественно, есть элементы зависти. В этом и смысл этой профессии. Если ты приходишь и смотришь спектакль и не завидуешь, значит, все, что-то в тебе умерло. Или там действительно плохо что-то на сцене. Либо ты какой-то закрылся и не хочешь это воспринимать. Я вот наоборот как раз-таки хожу на все спектакли или премьеры, куда бывает, что мне не нравится, но бывает какая-то одна вещь, музыка или что-то прям торкает. Какую бы постановку наших Оренбургских театров, именно наших Оренбургских театров, вы бы назвали той, которая немножко вызывает зависть у вас внутри? В наших театрах, ну, сложно сказать. У нас в театре только какой музыкальной комедии. Понимаете, театр в музыкальном комедии у нас история такая. В последнее время театр... Вообще есть такое негласное правило во всех театрах страны. Ты приезжаешь и показываешь корочек, что ты работаешь в театре, и тебя бесплатно пропускают, если есть возможность. Я так посетил вообще практически все спектакли. Единственный театр в стране, который так не делает и не пускает, это музыкомедия. Поэтому я туда не хожу. К сожалению, это так. И студентов они не пускают, а мы всех студентов... Есть такое обязательно тоже правило. Студенты-театралы обязательно могут прийти в любой театр. И уже зависит от театра. Есть там, допустим, Вахтанговский театр и театр Додинова в Питере. Там они просят купить самый дешевый билет. Они тебя бесплатно не пустят. Ну вот я приезжал сколько раз в Сатирикон, МХАТ, тот же главный топовый театр страны. Тебя даже еще могут проводить и посадить. А если мы будем говорить тогда не о наших оренбургских, а в целом, допустим, о российских, о мировых каких-то театрах, вот когда вот этот вот жучок зависти он вот так вот слегка покусывал? Это очень часто. Я вам назову сразу четыре фамилии режиссеров, которые рекомендую вам сходить. Это Бутусов. Первый спектакль, который его прям меня просто прошиб, это Чайка, который идет в Сатириконе. Потом у него был Гамлет, сейчас он Короля Лира выпустил, Пиргюнд. Ну, много спектаклей. Бег по Булгакову. Это спектакль какая-то феерия, фантазия. Я прям чувствую вашу вот эту любовь к более серьезным сюжетам. Ну, это как, это неизбежно приходит, когда ты начинаешь копаться в материале, и тебе этого безумно хочется, потому что ты понимаешь, это такая кладезь. Хотя я комедию тоже люблю, потому что комедию, я говорю, сделать очень сложно. Но когда ты ее сочиняешь, что-то получается, что это нет, это всегда какой-то веселье, какой-то праздник на репетициях. Ну, тот же Леди Снайд делали, можно выпустить спектакль неизданное. Ходилось там что-то обрубать, отрезать, убирать. Там одна сцена была, которая, я уверен, она обзошла, но мы ее убрали, потому что получалось с первого акта два часа аж. Мы его сократили до часа двадцати, сорок минут убрали. Ну, это, кстати, очень большой показатель, потому что иногда тяжело все-таки уносить длительные. А по поводу трех остальных, вот вы сказали, четыре фамилии? Да, Бутусов, Туминос, естественно, Евгений Онегин, вот это все эти легендарные спектакли. Могучий, это Санкт-Петербург, смотрите его сейчас можно. Уже в записи, по-моему, есть спектакли «Три толстяка». Это такой сложно сочиненный спектакль. По-моему, вы в прошлый раз рекомендовали вот это вот? Три части вышло, вот сейчас третья вышла, да. Первая, вторая, третья. Абутусов, или Туминос тот же, он практически не делает декораций никаких на сцене. Тоже, я, насколько помню, боюсь ошибиться, может быть, я с кем-то путаю, но вот именно Туминос, насколько я знаю, предпочитает минимализм. Минимализм. У него абсолютно практически, вот даже тот же дядя Ивана, станок на сцене, диван, все, больше ничего нет. И работа света, музыкальная атмосфера. Это вот из разряда таких вот великих режиссеров. И там много. Жена Вачев, Каменкович, там в какой-то степени интересно. Не все. Я помню, последняя моя поездка в прошлом году в Питер, еще до пандемии, по-моему, я успел. Женить бы была бутусовская. Это какое-то простое. Я сделал такое, думаю, боже, зачем я этим занимаюсь? Что я есть? Да, вот примерно. Я так ходил, переживал, но у меня как-то, и в то же время, это дало столько бурю какой-то фантазии. Мы наблюдали за вашими соцсетями и увидели там, что объявление о том, что попробую себя не только в руле театрального режиссера, но и кинорежиссера. Как произошло, как случилось, к чему привело? Ой, это такой сложный вопрос. Я не могу сказать, что я прям попробовал кино. Я занимался в кино у профессиональных режиссеров. Я поучаствовал немножко в каком-то процессе. Я не могу сказать, что я прям вот в этом так все разобрался. Цель была какая? Давно была идея снять короткометражный фильм. Но я понимал, что я не имею образования и не имею права это делать. Так, насчет образования я поняла. Насчет права очень скользко. Почему нет? Ну, потому что мне казалось, что все-таки, если ты хочешь сделать профессиональное кино, ты должен получить образование соответствующее, получить знания. И в какой-то момент я решил, что можно объединить людей, которые действительно любят кино, которым это интересно. И я нашел человека, который монтирует, который снимает. Они все смотрят огромное количество фильмов. Наш должен быть первый проект, даже не называемого фильма, называемый этюд к короткометражному фильму, для того, чтобы понять, с какими ошибками столкнемся, чего нам не хватает. Фильм находится на стадии постпродакшна. Да. Есть ли какие-то планы, когда мы сможем увидеть его? Мы дали себе такое слово. Если это будет очень плохо, его никто не увидит. Кроме вас. Кроме нас. Мы соберемся с той съемочной группой, кто создавал, те, кто принимал участие, мы сами посмотрим. Потому что фильм предполагает все-таки такое действие, взаимодействие с внутренним артистом, какая-то драматургия, конфликт. Здесь у нас больше такая атмосферная история. История про мальчика. Вы не боитесь, что вы соберетесь все вместе, осмотрите кино, и у вас будет слишком вот такая высокая самокритика? Может быть, может быть. Ну, тут я не питаю таких иллюзий, что мы сделали что-то гениальное. Я честно осознаю и понимаю, что это такой тренажер. И я уже понимаю, что чувствую, что следующее мы должны делать немного по-другому. Как правило, творческие люди, они, ну, творческие во всем, пытаются попробовать себя в разных апостасиях. Будет ли на очереди музыка или поэзия или что-то из этого? Нет, музыку точно нет. А то, к сожалению, я считаю, что высшие проявления какой-то космической связи с Богом, с космосом, именно люди, которые пишут музыку. Ты можешь услышать в голове все что угодно, а как это все воплотить? А что касается поэзии? Поэзия, ну, поэзия приходит, наверное, тогда, когда ты действительно находишься в каких-то определенных тисках, либо на пике какого-то своего счастья, или на пике какой-то боли. Я помню, у меня рождались стихи, когда у меня умер отчим, в институте. И я прямо вот писал, у меня какое-то прям внутреннее было скопление энергии. Сейчас, если у меня скапливается энергия, я ее все-таки выплескиваю через спектакли, которые я делаю. Вот у меня есть, то есть, возможность, грубо говоря, клапан, куда я могу вылить. Поэзия, может быть, и появилась бы, если бы мне некуда было больше дальше трансформировать. Пока я не чувствую, что вот я могу там что-то такое написать. Если вы также любите поэзию, как и мы все, то 26 сентября поэт Стефания Данилова приезжает к нам в Оренбург в студию Берлога по адресу Свободины, 4, корпус 3. Стоимость билетов от 200 рублей, возрастное ограничение 6+. 25 сентября Оренбургский драматический театр покажет спектакль «Земля Эльзы». Билеты от 200 рублей, возрастное ограничение 6+. На этом все. Это была супер-афиша. Для вас ее провели Дмитрий Макеев, Екатерина Яковлева. И, между прочим, помогал нам наш гость Александр Федоров. Спасибо вам большое и до свидания. Спасибо вам. Ждем вас в театре. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok